Я не отношусь столь вообще эмоционально к этой проблеме. Это просто очень интересно с точки зрения будущих перспектив и в целом в Европе, и как это отразится на вопросе Крыма, как вы сказали. Но какого-то эмоционального отношения у меня нет, и как решат шотландцы так и будет. Когда вы говорите о перспективах, что вы имеете в виду? Я думаю, что любой пример просто заразителен. И я думаю, что многие территории задумаются о такой перспективе, у которых, конечно, как у шотландцев, есть какой-то экономический базис под такой возможностью. А у Латгалии для такого шага есть экономический базис? Судьба Латгалии, как и Латвии, как и вообще всей, ну или часть Восточной Европы, она будет решаться совершенно другим путем. В мире началась мировая экономическая война. И как после каждой войны будет неизбежный передел границ. Я почти в этом не сомневаюсь. Если, конечно, эта война продолжится. Режим санкций, контрсанкций и так далее. Передел границ будет неизбежен. Но я думаю, что уже сейчас, в отличие от той ситуации, которая была два года назад, когда я поднимал этот вопрос, сейчас эти вопросы в Восточной Европе, по крайней мере, на рубежах России, будут решаться уже по-другому.